Всем привет, с вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Сегодня опять о безопасности, точнее о комфорте и экономии времени. Ситуации, когда нужно переустанавливать систему, возникают не так редко. Это связано не только с вирусами, причин много. Можно ставить все заново, программы, настройки, все. А можно воспользоваться резервной копией. Ну то есть выбрать какую-то точку в жизни компьютера, скопировать все, что в нем есть на диск, а потом вставить этот диск и вернуться к этой точке. Сегодня я расскажу, как это сделать. Для этого мы воспользуемся программой Clonezilla. Но сначала два слова о том, что копировать. По правилам хорошего тона, ваш физический диск должен быть разбит минимум на два логических. На одном стоит операционная система и все программы, на другом или других вы храните информацию. У меня система стоит на диске C. Если умирает система, я форматирую диск C, ставлю заново систему, при этом остальные диски продолжают жить своей жизнью. Соответственно, делать резервное копирование нужно у диска C. Остальные диски вы можете просто скопировать на внешний носитель, если боитесь физической порчи. Соответственно, диск C, системный диск, хорошо бы почистить перед этим. У меня на момент копирования он содержал 67 гигабайт информации. Приступаем к подготовке. Идем на Clonezilla.org. Нас встречает недружелюбный интерфейс, но у программ с открытым кодом это скорее говорит о надежности, чем наоборот. Сначала скачиваем программу. Тут все не очевидно, большой кнопки в полэкрана с надписью «Скачать нет», значит, идем в Downloads. Скачать Stable. Тут предлагается выбор. Архитектура процессора 64 бита, 32 с поддержкой пая и просто 32. Выбираем 64 бита, если у вас не пойдет, скачаете 686. Можно выбрать zip архив и ISO, образ диска. То есть, либо записывать дистрибутив на диск, либо на флешку. Я буду писать на флешку, значит, zip. Скачали. Но это еще не все подготовительные работы. Теперь нужно создать загрузочный диск. По сути, мы будем загружать компьютер с USB, а значит, нам нужна маленькая операционная система. А для этого, что нам советует Clonezilla? Для установки с USB она советует эту ссылку. Тут есть несколько методов, выбираем первый. Нам нужно установить TuxBoot на ваш Windows компьютер. При том, что интерфейс не поменялся, мы на самом деле уже на другом сайте. На tuxboot.org. И здесь в Downloads уже не Clonezilla, а TuxBoot. Крайне неочевидно для невнимательного пользователя. Ну ладно, качаем. Программа маленькая, скачивается быстро, запускаем. Тут все предельно просто. Тут выбор версии. Ничего не меняем, потому что скачивать нужно stable, и он стоит здесь по умолчанию. Тут выбор места, куда скачали, то есть откуда устанавливать. По умолчанию это загрузки. Выбрали. Видите, он поменял тут на zip. До этого стояло ISO. Теперь выбираем USB drive, то есть флешку. Он ее видит, как диска и у меня. И нажимаем ОК. Процесс пошел. Имейте в виду, что флешка должна быть пустой, потому что он уничтожит все данные. И желательно не иметь внешних жестких дисков и других флешек на других USB хостах, чтобы ни он, ни вы не запутались. Все, загрузочную флешку создали. На этом подготовительные работы закончены. Можно перезагружать компьютер и заходить в BIOS. На вход в BIOS у меня установлен пароль. Вам это тоже нужно сделать, мы об этом уже рассказывали. Выбираем загрузку с USB и загружаем Clonezilla. Не удивляйтесь качеству съемки, я снимаю камеры с экрана, потому что система со всеми программами еще не загружена. Выбираем язык. Настройки клавиатуры. Don't touch, не трогать. Start Clonezilla. Тут по-хорошему надо делать образ диска, то есть первый пункт, но я выберу Disk to Disk. Дело в том, что тут ставим Beginners, это базовые настройки, их достаточно. Дело в том, что при сохранении всего диска как образа, что правильно, он требует чистый диск, а у меня под рукой нет чистого диска. Но действия те же, просто я буду копировать часть на часть, а вы весь диск на весь диск. То есть выбираете из первых двух пунктов, либо локальный диск, то есть диск на компьютере, либо внешний, через USB. Я выбираю локальный, третий пункт. Он ищет диски и предлагает выбрать источник, то откуда будем копировать. Тут главное не перепутать, сначала источник, потом цель, то есть куда будем копировать. Проверку диском можно пропустить и выбираем, чем закончить, выключением или перезагрузкой. Он нас предупреждает, что данные из диска будут удалены. Продолжить? Да. Он говорит, позвольте спросить еще раз, attention, Dallas Tower, все будет удалено. Давай говорим и удаляй. Окей, говорит он и начинает процесс. Процесс у меня занял чуть больше 10 минут. Теперь все содержимое диска у нас на внешнем носителе. Когда наступает час икс, мы вставляем этот носитель, загружаем опять клоун Zilla из-под BIOS, но выбираем уже не скопировать содержимое диска, а восстановить. В какой момент нужно делать резервное копирование? Я бы делал в начале. Когда вы установили систему, установили все программы, все настроили, система еще достаточно чистая, сохранились и всегда можете вернуться. Все, любите друг друга, не служите системе, пусть система служит вам. Подписывайтесь на канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у теплицы социальных технологий.